То есть исторически теперь здание выглядит ровно так же, как оно выглядело на момент постройки. 1888 год. Купец Смирнов строит комплекс зданий торгового дома на Мира-59. В центре Красноярска появляется главный корпус с жилым верхним и торговым нижним этажами. Помещение было в аренде чайного магазина, канцелярских товаров Кахановского и других торговцев. Спустя 135 лет здание отреставрировали и в 2023 году на первом этаже бывшего торгового дома Смирновых появился парфюмерный бутик. Я помню это здание. Здесь раньше находился магазин, в котором продавались всякие разные мелочи, сувениры, какие-то ткани, что-то было из продуктов. Внешний вид был не очень хороший. Фасад где-то местами уже трескался. После реставрации это все выглядит очень красиво. Это здание хорошо передает исторические традиции этих парфюмерных компаний. Сохранить историю первозданный вид – главная задача возрождения. На Мира-59 отреставрировали перекрытие, крышу, водосточные трубы и архитектурные элементы и покрасили здание в исторически верный цвет. Обновлением здания занималась группа компаний «Орион Телеком». На реставрацию торгового дома потратили более 300 миллионов из собственного бюджета, говорят представители. К слову, в аренде для дальнейшего восстановления находятся и другие красноярские объекты культурного наследия. Один из памятников архитектуры находится в центре города на Кирово-25. Его построили в 1911 году и большую часть времени здесь был детский сад. Однако за 113 лет здание пришло в непригодное для эксплуатации состояние. Сейчас в объекте культурного наследия поменяли выбитые окна на новые, провели водоснабжение и отопление. Мы ее взяли в аренду в 2018 году. 18 камазового мусора только отсюда было вывезено, все батареи были разморожены и так далее. Мы ее осветили, подали сюда необходимой мощности. Мы вылезали, вычислили, насколько это было возможно, чтобы это здание, и охраняемое, естественно, чтобы это здание дальше не разрушалось. И мы, конечно, сделаем все, чтобы в течение двух-двух с половиной лет привести это здание в порядок. Нашему примеру должны, во всяком случае, последовать многие, не только бизнесмены, но и жители города Красноярска. Потому что таких зданий, к сожалению, в Красноярске еще больше, чем достаточно. Часть из памятников архитектуры предприниматели возродили в 2019 году. Среди них здание автовокзала, исторический квартал и речной вокзал. При подготовке города к универсиаде и после нее за счет небюджетных источников было обновлено порядка 15 зданий, которые являются объектами культурного наследия. Мы рассчитываем, что и при подготовке Красноярска 400-летию найдутся инвесторы, готовые вкладывать средства в сохранение исторической идентичности нашего города. Объектов культурного наследия в Красноярске более 200. Все они нуждаются в обновлении фасадов и полноценного ремонта в зданиях. Александра Козлова, Илья Сергеенко. Новости ТВК.